В эфире новости здесь Новосибирск. В ближайшие 15 минут расскажем о главных событиях этого дня. В студии Кирилл Полиенко. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Коммунальщики хорошо отдохнули на каникулах. Многие улицы Новосибирска к первому рабочему дню Нового года так и не очистили от снега. Студенты избили за неформальный внешний вид, а затем подстригли складным ножом. Полицейские еще не решили, есть ли тут повод для возбуждения уголовного дела. Электронные больничные и страховые полисы для автомобилистов. Какими еще нововведениями можно воспользоваться уже сейчас? Дикое животное против домашнего в борьбе за корм. Наглый олень оставил кота без обеда. Теперь подробности. Плохая уборка городских дорог и дворов заставляет новосибирцев писать жалобы президенту Путину. А общероссийский народный фронт запустил в социальных сетях группы, куда горожанам предлагают выкладывать фото и видео, наглядно иллюстрирующее бездействие властей. Тему продолжит Мария Черешнева. Ситуацию в городе многие новосибирцы уже окрестили снежным апокалипсисом. Во дворах буксуют машины, гигантские сугробы сползли на дороге, нависли на крышах и козырьках балконов. Вообще-то здесь достаточно широкий тротуар, но сейчас он превратился вот в такую узкую тропу, но разойтись на которой практически невозможно. А в такую метель, как сейчас, его задувает еще сильнее. Так как мы с вами разойдемся, разошлись. Конечно, доставляет определенные неудобства пешеходам. Вот остановка общественного транспорта. Здесь еще видно границу тротуара до дороги. Раз, два, три, четыре шага. То есть, получается, к самой остановке троллейбус подъехать уже не сможет. Будет останавливаться прямо на дороге, тем самым сильно тормозить движение. И, честно говоря, не очень понятно, здесь все-таки почищено или натоптано. Горожане выкладывают в соцсети десятки фотографий и видеороликов. Место действия и время суток разное. Суть одна. Не проехать, не пройти. Октябрьский мост. Вечер 8 января. Вместо трех полос движения две. На третий снежный вал. Вот сугробы в человеческий рост. Даже высокого пешехода из-за таких куч просто не видно. Число таких примеров растет, как снежный ком. Активисты Общероссийского народного фронта упрекают власти в бездействии. Видимо, те инструменты или те руководители, которые находятся на местах, они этого не замечают. И, собственно, вся информация, которая сейчас стекается вот в ту группу в фейсбуке, которая называется аналогично снежный фронт, она в итоге будет, так скажем, проанализирована. Разумеется, это доказательство. Потому что, ну, слова это одно. А все-таки, когда ты видишь на фотографии все то, что там изображено, это совершенно другое. Наталья Гринько считает, что местным властям жаловаться уже бесполезно. Пишет напрямую Путину. СМС-ку. Такая услуга существует на сайте администрации президента. И призывает всех горожан последовать ее примеру. Написали, что в городе Новосибирске на улицах не убирают снег, что очень сложная ситуация с уборкой снега. И за новогодние каникулы, на которые все надеялись, ситуация практически не изменилась. Город, конечно, убирают. Вот камазы, груженные снегом, приезжают один за другим, даже в очереди стоят. Это ворота новой снегоплавильной станции на улице Широкой. Правда, сегодня она не работает, пока механизм тестируют. А снег сюда начали свозить еще в декабре. Эти горы выросли меньше, чем за месяц. Похоже, будут еще выше. Обильные снегопады в ближайшие две недели не прекратятся. Мария Черешнева, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск. А между тем, мэр Новосибирска сегодня заявил, что на уборку города уже истрачены все финансовые лимиты 2017 года, несмотря на то, что впереди еще половина зимы. Анатолий Локоть признает, ситуацию надо менять, поэтому на помощь призывает горожан и общественных активистов, которые сетуют на бездействие чиновников. Вместо подписи пошли вместе, поубираем. А почему смешно? Почему смешно? Почему это смех вызывает? Помогите городу, уберите эту улицу, уберите ее от снега, чтобы ее не затопило водой весной. Иначе нам придется худо, нам придется с ремонтом таким заниматься, на который не хватит никаких ни наших денег, не федеральных. Настоящие ловушки для пешеходов и транспорта превратились в дороги и в Томске, и в городах Кузбасса. Сибиряки массово жалуются на плохую очистку улиц от снега. В Новокузнецке после обильных снегопадов из-за забуксовавшей скорой помощи оказалась отрезана от жизни вся центральная улица. Из-за того, что машина перегородила выезд из района, жители 200 дворов оказались в снежном плену. Бригада по колено в снегу отправилась к пациентам пешком, а жители в это время, объединив усилия, самостоятельно пытались откопать неотложку. Спасательная операция затянулась более чем на 4 часа. Дороги не чистятся вообще никак и никогда. Мы с соседями складываемся, вызываем трактор и чистим дорогу за свой счет, потому что нам ответили, что извините, вас на балансе города просто не существует. Как это у нас не существует на балансе города? За что тогда мы платим налоги, простите? У нас земля в собственности. За что мы все оплачиваем? Я не понимаю вот этого вообще никак. Томичи тем временем уже создали петицию, собирают подписи за отставку чиновников городской администрации. Жалуются, что в городе полноценной уборки снега нет с начала ноября. Вдоль дорог скопились высокие сугробы, мешающие водителям и пассажирам. Люди, говорится в обращении, передвигаются не по тротуарам, а по муравьиным тропам. Мэр Томска поручил полностью вывести снег с улиц к середине апреля. Только вот убирать его со слов администрации города просто некуда. Механизм утилизации не определен до сих пор. Как, впрочем, и в Омске, где коммунальные службы дороги от снега хоть и расчистили, только снежные горы оставили лежать вдоль магистралей. В связи с этим дороги местами сузились в два раза. Автомобилисты стоят в пробках. К другим темам. Учащегося одного из новосибирских техникумов избили за неформальный внешний вид. Сверстники молодого человека заставили его снять пирсинг и вдобавок обрезали слишком длинные, по их мнению, волосы жертвы обычным складным ножом. Экзекуцию сопровождали оскорблениями и нецензурными выражениями. Видеозапись конфликта кто-то из нападавших выложил в интернет. Ролик уже посмотрели около 200 тысяч человек. Большинство пользователей резко осудили хулиганов. Некоторые в комментариях даже угрожали им ответной расправой. Сейчас подростки удалили все свои профили в социальных сетях. Ситуацией заинтересовались полицейские на самом высоком уровне. Сейчас проводится проверка. Мне докладывал, по крайней мере, начальник управления по городу Новосибирску о том, что все фигуранты установлены и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по линии дознания. Здесь можно рассматривать, как и причинение телесных повреждений, но мы не знаем по тяжести, и по унижению, может быть, морального достоинства. Надо посмотреть. Семилетний ребенок застрял в бассейне Новосибирского аквапарка. Нога мальчика оказалась зажата между алюминиевым ограждением и стеной одного из бассейнов. Самостоятельно выбраться он не смог. Чтобы освободить школьника, пришлось вызывать профессиональных спасателей с гидравлическим инструментом. Добавлю, это не первое происшествие в аквамире. Прошлой осенью в трубе одного из аттракционов застряла девушка. Выбраться она смогла только через эвакуационный люк. Тем временем, другое водное развлечение – новосибирский дельфинарий – закрылся примерно на месяц. По словам представителей дельфинии, санитарный отпуск нужен для ветеринарных процедур и обслуживания оборудования. Центр океанографии и морской биологии работал практически без выходных с августа прошлого года. Точную дату возобновления представлений и экскурсий сообщат дополнительно. В этом году вступают в силу поправки в целый ряд законов, регламентирующих разные сферы жизни. Есть и традиционные изменения, вроде роста акцизов, и серьезные новшества, которые коснутся школьников, болельщиков, автомобилистов и многих пользователей интернета. Федеральное законодательство изучил мой коллега Артем Шершнев. В ближайшее время подорожают пиво, виноградные, игристые и фруктовые вина. Это связано с увеличением акциза на эти напитки. Вырастут акцизные сборы и на табак. По этой же причине подорожают бензин и дизельное топливо. Любопытно, что на водку и другое крепкое спиртное акцизы оставлены без изменений. Иностранные компании, торгующие в России через интернет электронными книгами, музыкой, компьютерными играми и программами, теперь обязаны платить НДС. В связи с этим Google увеличил стоимость своих сервисов Google Диск и Google Play на 18%. Мы фактически будем лишены возможности привезти из-за рубежа поддержанную иномарку. Закон теперь требует обязательной установки на все автомобили, появляющиеся на отечественном рынке, системы Aeroglonass. И если большинство производителей согласились оборудовать такими устройствами новые машины, собранные для России, то в частном порядке поставить такую аппаратуру практически невозможно. Зато купить полис ОСАГО теперь станет проще. Все страховщики обязаны обеспечить возможность оформлять документы в онлайн-режиме. Однако, если автовладелец укажет неверные данные, которые уменьшили сумму страховки, то компания имеет право взыскать с клиента всю сумму, выплаченную пострадавшему. Станут электронными и больничные листы. Предполагают, что это не только сократит количество бумажных документов и расходы на производство бланков, но и позволит избавиться от мошенничества и подделок. А пациенты станут меньше стоять в очередях за счет того, что электронную версию будут заполнять при помощи автоматизированной информационной системы. Билеты на футбольные матчи теперь начинают продавать только по паспортам. По неофициальным данным, есть и черный список болельщиков, которых запрещено пускать на стадионы. В этом году серьезно меняется единый госэкзамен. Тестовые задачи исчезают полностью. Часть заданий нужно будет выполнить устно, часть письменно. Будет введена новая система оценки знаний, которая будет суммарной. А на конечный балл в аттестате повлияют две оценки – за учебный год и за сданный экзамен. Эта отметка и станет основной для поступления в ВУЗ. Артем Шершнев, новости здесь, Новосибирск. Новая велоточка появилась на карте Новосибирска. Единственный в городе крытый парк для катания на горном велосипеде, скейтборде, роликах и трюковых самокатах. Начал работать в тестовом режиме. Для любителей экстремального спорта – это долгожданное событие. До сих пор зимой тренироваться им было негде. На новой спортивной площадке побывала Лидия Захарова. Артем Филин занимается велоспортом полгода. Думал, что на зиму придется расстаться с байком. В холода в Новосибирске кататься и прыгать еще недавно было негде. Для спортсменов такой большой перерыв в тренировках губителен. Многие навыки забываются. Я летом болел, не катался примерно неделю. Я начал потом кататься и примерно дня два я вспоминал то, что я уже умел стабильно. Теряешь бдительность и сделал что-то не так. А когда занимаешься этим по сути повседневно, у тебя уже все это рефлекторно идет. Теперь место для ежедневных тренировок в городе есть. В этом ангаре рядом с заводом имени Чкалова смонтировали рампы, рейлы и памп-трек. По словам организаторов, это единственная подобная трасса за Уралом. У него очень хороший накат, хорошее покрытие. И спортсмен учится группироваться вокруг своего снаряда. Пока скейтпарк работает в тестовом режиме. Но в выходные здесь уже довольно многолюдно. Роллеры, скейтеры, велосипедисты – площадка не только для профессионалов, но и для начинающих. Это место, где человек может повысить свои навыки. Кататься на велосипеде – это тоже непросто. Это и небезопасно иногда бывает. И на улице, и на дорогах. Здесь человек приобретает тот опыт, которому просто-напросто необходим. Инструкторы здесь готовы заниматься даже самыми маленькими. В секцию беговела записывают, начиная с двух лет. Правда, за это придется заплатить. Официальное открытие велоточки запланировано на ближайшее время. К этому будут приурочены большие соревнования. Сейчас идут последние подготовления. Организаторы надеются, что в них примут участие не только новосибирцы, но и спортсмены из соседних городов. Лидия Захарова, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск. Дед Мороз и Снегурочка пролетели на параплане над горнолыжным курортом Шерегеш. За несколько минут они спустились с горы Зеленой с высоты почти 700 метров, попутно поздравляя всех отдыхающих с Новым годом и Рождеством. Под костюмами сказочных персонажей скрывались известный новосибирский парапланирист Александр Орлов и девушка-модель из Красноярска. Традиционное облачение дополнило необходимый атрибут для посетителей кузбасского курорта – горные лыжи. Ну а еще один традиционный символ новогодних праздников – обидел домашнего кота. В селе Катково Кочаневского района удалось снять на видео необычное происшествие. Молодой олень проник в дом через незапертую дверь и пообедал из кошачьей миски. Совершенно беспардонно рогатый оттеснил законного владельца еды. Кот при этом повел себя достаточно спокойно, понимая, что силы не равны, он уступил свой корм без сопротивления. Впрочем, оленю угощение не понравилось. Едва попробовал содержимое миски, Бэмби отправился на поиски более вкусной пищи. Ну и завершение выпуска о погоде на завтра в городах Сибири. В Томске, где власти обещают убрать весь снег с улиц к 15 апреля, облачно с прояснениями без осадков минус 24 градуса. В Кузбассе, где над горнолыжными трассами пролетели Дед Мороз и Снегурочка, пасмурно, временами снег минус 18. В Омске, где хоккеисты авангарда выставили свою форму на благотворительные аукционы, заработали почти 300 тысяч рублей, облачно с прояснениями без осадков и 20 градусов мороза. В Новосибирске, где появилась крытая площадка для экстремалов, облачно преимущественно без осадков, днем минус 19 градусов. Это все новости на сегодня, материалы выпуска и другое интересное видео на наших страницах в социальных сетях и Ютьюбе. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции или пишите на нашу электронную почту. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok